Судя по этой табличке, мы находимся на соединении двух субъектов. История, как в анекдоте, только не у них там хорошо, а у нас плохо. Вот дорога Нижегородской области. Стоит пройти буквально 7 метров. А вот уже асфальт Марийский. Это не камень в огород соседей, скорее призыв к действию. Дорога из Шаранги в республику Мариел давно требовала ремонта. Люди, которые регулярно ездят между субъектами, не понимают, почему на одной дороге такой разный асфальт. Вот у нас дорога Нижегородская, да, и там. Видите, какая? Видно же она. Там есть только 40. Ну, и все. Первая, вторая, третья. Все понятно. Никакой дороги. Колеса пробиваем, все, всяко было. Наш участок вот эти 30 километров. И дальше после Кельмар там 30 километров тоже мертвая дорога. Ну, есть около самой Шкарлы 10 километров. Это тоже ужасно. Сказали, передали, хотят передать федеральную, но уже все лето. Вот так вот, да, начали сначала заплатки делать, и все на этом кончилось. В Шарангском районе тоже есть плохие дороги, но после ремонтной кампании этого года их стало значительно меньше. На трассе ведущей в Йошкар-Алу починили два отрезка – 9 и 4 километра. Участки делали те, которые, ну, просто необходимо было делать в этом году, потому что жители часто просили. Всего в районе отремонтировали 22 километра асфальта по национальному проекту «Безопасные качественные автодороги». Мы выполнили устройство вравнивающего слоя из асфальта бетона Б1. Вравнивающий слой по всему участку вместе с ускорительными полосами уложен. И сделаны обочины, сделана разметка. Александр Суркин едет домой в село Красная Горка из деревни Туманка. Навещал больнице жену. Когда ее положили, дорога была еще старой. Вот она удивится, говорит мотоциклист, когда поедет вместе с ней домой не по кочкам и ямам, а по хайвею. Покомфортнее, не так трясет уже. С ветерком можно прокатиться. Какой русский не любит езды? Быстрые езды. Быстрые езды, да. Специалисты главного управления автодорог региона проверяют, все ли подрядчик выполнил по контракту. Качество асфальта, объемы и, конечно, ровность дороги. Если вопросов к исполнению не возникает, объект принимается. Устраивает то, что разметка. Ребята хорошо сделали. Проезжая часть нормальная. Уклоны соответствуют ГОСТу нормативам. Поэтому хотелось, чтобы больше таких дорог было. После того, как будет подписана вся документация, старые знаки, говорящие, что дорога находится в аварийном состоянии, будут демонтированы. На данный момент по национальному проекту БКАТ в регионе уже отремонтировано более 80 участков дорог из 195 запланированных. Всего по программе текущего года приведут нормативное состояние почти 900 километров. Олег Лавров и Алексей Калякин. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова